Ребята, всем привет! Иду на остросоциальную выставку 20 лет одиночества, которую проводит Ассоциация худших художников. Эти ребята осенью проводили такую замечательную выставку Осень пахана, которая вызвала бурную реакцию. Туда приезжали менты, всё это там разгоняли, давили, даже закрыли галерею. Поэтому сегодняшняя выставка проходит в закрытом режиме. Короче, скоро приду туда и всё вам покажу. Я понимаю, что я охерена, то есть, ну, блин, я близко к сердцу Купилин, то есть, как Матюков, зависла на 7 часов, человек говорит, что на 2 часа возвышен. А можно я не подключить? Вообще. Поверьте, всё. Поверьте. Стало выше, но не готово. Не знаю, значит, задняя гиша, оно крутое, но там было бы сразу, многое другое. Поверьте, что вы понимаете? Что вы думаете? Это крутое. Это могуницы, какие-то вырезки. Присrichten. По-другому сама по себе. Знаете, такое по-другому. Всё такое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Расскажи о концепции своей работы Ну вообще здесь немножко неправильное название Написали, что вторая юность — это первая юность и единственная И здесь просто олицетворение юности как таковой, которая безбашенная со своими ошибками И все ее вехи жизненные отражены на теле в виде татуировок То есть, например, паук, он в тюремной символике, по-моему, означает наркотическую зависимость То есть здесь и какая-то любовь с неперсонализированной татуировкой, сердечком Типа просто ты, какой-то такой абстрактный Здесь сибирский лес, потому что, ну типа я именно про сибирских людей писала картины Вот «Огонь в сердце» и «Аян» То есть у нас есть там... Баканское пиво Да, 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 баканское пиво И все его любят, хотя оно абсолютно отвразительное Блин, вырежете это, пожалуйста Ладно, не вырезайте А ты из Красноярска, да? Да, я из Красноярска Скажи, как тебя зовут? Валерия Ты специально приехала, то есть привезла картину, чтобы поучаствовать в выставке? Да, я ее отправила сюда и приехала просто здесь побывать, посмотреть А так уже выставлялась где-то еще? Я выставлялась в Красноярске, выставлялась в Томске У меня была персональная выставка музея «Площадь мира» в Красноярске Ну, это центр современного искусства В галерее в Томске у меня была тоже персоналка И несколько групповых А вот в Москве я выставляюсь в первый раз Как тебе в целом вообще выставка вот такая? Офигенно! Волчат! Волчат! Ну, я хочу сказать, что я этот Will Beard Ну, я хочу сказать, что я здесь уже специально Проводка сцена так. Очень красивая И вот он любое глазами, как мой сgerp Мне все это будет лучшеба, как как бы все равно, мои сжигаторы Выдящие вещи Да! Да, это он стоит? Да, это работает и здесь! Да, это не происходит! Офигенно! Сердечко чуть-чуть! Продолжение следует... 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 Расскажи о концепции работы. Здесь, в принципе, социальная роль, когда человека просто рассматривают как машину, социальную машину, часть вот этой шестеренку, общество, да, ты муж, да, для жены ты должен, там вот военный перерезает ленточку, то есть ты должен служить, сдох, ну и сдох, ты боевая единица лишь. Побольки это как отсылка к консерватизму, в принципе, как ковер, потому что для них, в принципе, барабанная главная традиция, ну и священник, который совершает Макдональдс. Сейчас ты потребитель, ты не человек, ты клиент, даже вот если так посмотреть, в нашем обществе, да, людей не называют, но рассматривают как в армии, там, боевая единица, да, в школе как учащийся, то есть нас даже уже забыли назвать человека. Ну, менты, 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 это, в принципе, вот эта цензура на фоне ограниченная, ну и ковер, в принципе, тоже символизирует вот это старое-старое общество консервативное, вот, то есть, ну, здесь проблема человека и социума, вот, ну, как минимум, с моей анархической точки зрения. Угу, спасибо. Расскажи о концепции этой работы. Суть в том, что в 99-м году Лукашенко и на тот момент еще Ельцин подписали договор об интеграции Беларуси и России. Дело в том, что Лукашенко, как человек продуманный, думал, что алкаш Ельцин сольется, и он станет, как говорится, лидером среды державы. Вот, ну, когда пришел более молодой, амбициозный чекист, видя вот этого человека, вот, договор этот лег где-то в шкафчик, а потом Медведев его буквально в 19-м году сдул и напомнил, что ребята, пора интегрироваться. Вот, ну, Лукашенко, он параноик, он параноик своей власти, он, понятное дело, на ее не согласен. Вот, а я просто фантазировал, что было бы, если бы две страны объединились в одну, да, то есть, все под защитой счетов, да, Белый дом, у нас это дворец независимости, вот, ну, здесь российская, да, вот эти реалии. Казаки отгоняют американских мух от обычных людей, вот, кормежка с лопаты, тюрьмы, вот, у нас это людей с колен поднимают, вот, дожинки, дожинки, это у нас главный праздник в стране, там, Александр Георгиевичу Жигули дарит, там, лучшим комбайнером, проще, вот, только она зовет, неизвестно куда, либо так, какой-то регион, либо в условное учреждение, дело в том, что у нас земли уже зараженные Чернобылем начали обрабатывать, вот. Эта бабулька, кстати, она, ну, здесь с таким отрывком стихотворения, по улице обжигает веселое звено, никто, кто-то не знает, куда идет оно, и вот она, не знает, она маршрует по Октябрьской площади, где уже многие года, там, на 7 ноября, на 1 мая, видимо, она не знает, куда она идет сама, в какой-то будущем, которое не было, вот. Здесь это как любовь, которая пробивает, с одной стороны, не в цепро дружба, не в консерет Беларуси, в этой дружбе, а с другой стороны, тополь на запад Польши, потому что России, в принципе, Беларусь интересна, как геополитическая часть, да, то есть для Путина это, условно, победа, вот. Да, я подумал, что вот мальчик Тимур за здравие, там, да, хлопнет бургер, вот, и мы все полетим. Лучшее наше оружие, стаканчики с Бургер Кинга, да, привет Абанничеву, вот, царь-бомба, камеры, автозаки. Вот, и Лидия Ермошина, это, кстати, наша председатель Центра операционной комиссии, она за ШИЕС научит быстро голосовать. Все, большинство населения проголосует за полигоны на ШИЕСе, все быстро рассосется, все, вот это оно полетит, все. А куда полетит, через тернии, тут, либо затмение солнечное, либо солнце в цветах флага имперского, куда полетит, хрен знает. Но в итоге никуда не полетел, потому что Лукашенко решил независимость пока не продавать, но лишился дешевой нефти, на которой он делал свое экономическое чудо. Вот у нас, кстати, в двадцатом году выборы, вот, в общем, будет весело. А ты из Минска, да? Да, я сам из Минска, да. И как зовут, представьте? Бонислав Бохан. Ну, или, вот, у... У-б. Различные породы тут все ярко зеленый пыль, что песковый глау подножия, оттемняя ярость пустыня, лишь для губок на тех скалах грязно-желтым выставить зрение, А может, его и искал, ты расфокусировал взгляд на мгновение. Все тоже веловое солнце, но здесь оно беспощадно выгрызло весь над ярко-бордовым, чем и бы зеленелая площадку. Кустарники, сущая редкость, эти куски в океане зеленого, тоных белом, то ли дело горсть песка, оседлавшая ветер. Пиржак танцует, шкафы, туда заходят шарапов, выходят ваши индейцы, коты, доживают до пенсии. На ламинате зажженном, пришли на плакате пижон, пока я набью молоко, катая в книгах намок. Эпоха закончилась ничьей. В шкафу кушают блинчики, зажившие кришнаиты, а я вышел отсюда нашитый на свой же пиджак. Кричами апельсины пожал и предложил катар сок. Чей-то запах кельцов вышел отдельный жрат, Мудрю вместе с вожатой, бля, аттестаты отдельные, официалы отдельно, Запрети понедельник, ведь эпоха закончилась.